интересно почему россияне думают что они такие великие и они настолько что-то значит в этом мире что и хотят все захватить поработить и так далее их президент путин так надувает отважности щеки что кажется что он вот-вот лопнет ну и что что русских есть бомба они же даже гвозди не умеют производить вообще когда речь заходит о производстве чего-либо своего в россии нельзя не вспомнить о знаменитом анекдоте россия производит три вида товаров плохие очень плохие и те которые так и не заработали любая российская продукция не выдерживает никакой конкуренции даже внутри россии где население особенно элиты предпочитают покупать заграничные товары да есть еще военная промышленность но и она производит хлам который конечно же убивает потому что его очень и очень много склонность производству хлам я уходит корнями глубоко в советское прошлое ссср был гениальной страной в создании вещей которые казались великими только на бумаге советские инженеры могли изобрести колесо заново но но все равно выходил из завода квадратным даже то что должно было быть элементарным и простым превращалась в абсурдный фарс даже производство навоза вы думаете навоз это просто навоз советском союзе умудрялись даже как но он делать таким что его нельзя было использовать и это не метафора это реальность в ссср даже как но было но и вы не поверите его специально закупали за границей в огромных количествах уже ли советский навоз был таким плохим может быть это какой-то анекдот давайте разберемся но вначале не забудьте подписаться на этот канал вот прямо сейчас подпишитесь и нажмите на колокольчик для уведомления новых видео также поделитесь своим мнением в комментариях а если понравилось видео жмите лайк и делайте репост и так история следующая однажды заместитель главного редактора журнала наука и жизни рада никотична от жубей дочь хрущева дала одному из своих журналистов задания отправиться в комитет по науке и технике при совете министров ссср и подготовить так называемый компот нарезку из небольших информационных материалов демонстрирующих экономические связи ссср с развитыми западными странами прибыв на место журналист погрузился в отчеты договора и переписку но задание оказалось нелегким выяснилось что советский союз закупал на западе буквально все новое оборудование зерно обувь одежду телевизоры а что поставлял ну конечно же нефть журналисту нужно было сбалансировать материал после нескольких дней работы ему улыбнулась удача ссср сбыл во францию и великобританию несколько станков материал складывался и все шло хорошо пока он не наткнулся на документ который не мог не привлечь внимание оказалось что ссср помимо всего прочего ежегодно закупал голландия около 100 тысяч тонн навоза 100 тысяч тонн навоза это 45 больших транспортных судов до краев груженных гонал какое ароматное зрелище во время обеда в начальственной столовой журналист набрался храбрости и подошел к знакомому чиновнику чтобы спросить чем дело зачем ссср закупает навоз в голландии что у нас своего навоза не хватает чиновник взглянул на молодого человека с некоторым удивлением помолчал и наконец сказал понимаете молодой человек мы много чего закупаем за границей потому что у нас тоже навоз гуну очень показательная история могла ли она произойти конечно абсолютно точно что да существует мнение что детали этой истории могут быть преувеличены или даже вымышлены а то и вовсе что это просто анекдот да эта история не имеет подтвержденных фактов со ссылками на первоисточники для более точного подтверждения нужны архивные исследования но кто будет оспаривать тот факт что ссср всю свою историю и россия сегодня импортирует из-за рубежа практически все от гвоздя до сложных машин и сложных машиностроительных станков даже сейчас во время войны и санкции россияне умудряются получать западное оборудование и технологии привет капиталистов которые готовы продать кремлю веревку на которой их же и повесят это вольная цитата ленина так вот то что в ссср даже говно было ков и вызывает никакого сомнения россия недалеко ушла вернее совсем не ушла в этом от советских традиций но в чем все-таки причина такого отставания рф от остального цивилизованного мира ведь никто не будет спорить с тем фактом что талантливые инженеры среди россиян всегда были и будут но почему на этапе производства у россиян всегда получается хлам на это есть ответ историк науки лорен грехом в книге сможет ли россия конкурировать история инноваций в царской советской и современной россии пишет что русские ученые умеют изобретать но совершенно не способны превратить свои изобретения в коммерчески успешные инновации и вот вам три ярких примера русские ученые получили две нобелевские премии за разработки в области лазерных технологий но на рынке нет ни одной значительной российской компании в этой отрасли россия 1 запустила искусственный спутник земли но сегодня занимает менее 1 процента международного рынка телекоммуникации первый электронный цифровой компьютер в европе был создан в россии но кто покупает российские компьютеры сегодня россияне часто сами недоумевают почему так русские ученые тоже не понимают в чем дело я думаю что никогда и не поймут грехом описывает визит в москву делегации и майки массачусетского технологического института во время встреч молодые российские ученые задавали один и тот же вопрос как сравняться с майки в разработках сенсационных научных идей американские ученые отвечали ключ к успеху лежит в культуре причем не столько в культуре майте сколько в западной культуре и культуре сша в частности из каких элементов эта культура состоит мы все знаем но русские на встречах с представителями майте абсолютно не понимали эти моменты и упорно спрашивали американцев о том какая конкретно технология принесет успех и тогда уставший от этих однообразных вопросов ректор и майки рафаэль райф сказал вам нужно молоко без коровы то есть чтобы сочная трава сразу превращалась в коровье молоко без самой коровы и навоз прекрасный навоз для удобрения растений тоже возникал сам по себе без самой коровы вот так и получается что как бы анекдотично не звучала история про импорт говна из голландии никто не будет спорить с тем что в россии даже говно является говном спасибо за внимание друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео поддерживайте автора на платформе байми кофе и патреон где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер пользуйтесь функции ютуба спонсорства и обязательно отправляйте донаты на зсу всем украинцам скорейшей победы